Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзи, легенды. Так, ежедневные награды за лигу сегонов 3 звезды и 2 звезды мы забираем. Так, далее зайдем быстрее, наверное, в задание и посмотрим. Сразиться в боях, пройти одну серию испытаний. Насчет боев, ребят, я не уверен, потому что у нас очень мало с тобой телепортов. Но есть доллары, ну-ка давай посмотрим. 100 штук, а была не была. Приобретаем с тобой 100 телепортов. Так, теперь значит что? В серии, давай в серию испытаний для начала пробежимся с тобой, быренько. Ага, мы уже перешли с тобой во вторую часть. Ну что же, неплохо. Шередера мы сейчас с тобой быстренько побьем. И что нам остается? Будем сплинтера опять прокачивать, да? Который, ну, никак не хочет. Кстати, вот я заметил, что по времени сплинтера мы, по-моему, дольше всех с тобой прокачиваем. Именно ему скиллы. Так, секундочку. Бибобчик, ты что-то тут выделываешься. На. Добили, да? Ах ты, нет. Ну и вот сам Шередер. Шередер, естественно, классический, ребят. Давай, давай, выходи, уже хорош там понтоваться. Нам как бы не до твоих шуточек. Поехали. На. Для начала, да? По два удара. Так, у Рфели один удар. Так, он бафается. Плюс повесил он себя броню. Хитер. Мы сделаем вот так вот. Месть. Броня, ты видел? Он себе кастанул не одну броню, ребята, а целых две. Ну что, добивка, судя по всему. Да. Ну, я тебе говорил, что здесь будет все легко и просто. Этот Шередер для нас уже... Для нас уже вообще ни о чем. Так, ну что, двигаемся с тобой тогда дальше. Смотрим. Так, задание сделали. Забираем здесь награду. И смотрим, ребята, боевку. Так, Сплинтер, ты где у нас тут спрятался? Вот он. Навыки. Никак не могу прокачать ему последний вот этот скилл. Так. Значит, джойстики нужны нам. Давай попробуем здесь лететь. Не получается. Так, один есть. Только лишь один. Второй. Прекрасно. Два это уже хорошо. Так, три. Ну. Геймпад. Мне нужен джойстик. Так, четыре. Подожди, сколько нужно? Шесть, по-моему, да? Нет, нужно восемь. То есть, еще три. Ну, не получится. Не сегодня, ребят. Потому что уже задание я выполнил. Так что, давай забирать свою награду. Раз. Два. И поднять уровень персонажа. Ну что? Супер Шреддер. У тебя как там? Ага. Двадцать восемь тысяч нужно для того, чтобы прапать его на девяносто пятый. Слушай, знаешь, что я могу сделать, ребят? Я могу сейчас на аренке набить тот самый мутаген, который нам нужен, да? И прапать его. Я думаю, что это будет справедливо. Главное, не забыть это сделать. А то, как обычно, мы с тобой проиграем, а потом забываем. Так, и здесь телепорты, да? Ну, это я тогда буду за кадром набивать. Ну что, начнем, пожалуй, с испытания. Супер Шреддер. Ну, я думаю, ребят, мне сюда идти не стоит. По одной простой причине, что он у нас есть. А вот сюда, пожалуй-ка, я зайду. Загляну. Кривется на огонек. И у нас тут, ё-моё, 70 уровень встречает. Давай попробуем бомануть. Так, с бомбочки начать или как? Давай, наверное, вот так вот просто стрельнем. Окей. Теперь кусанем. Здесь массовая атака. Так, понизили броню. Ну, естественно, Тимати начинает выпендриваться, берет на себя провокацию. А мы вот так попробуем. Маг, он практически готов. Все, и остался Тимати. Стоит в провокации и думает, что он непобедимый. Так, мы идем на вторую волну. Мунда Гека. Эйприл О'Нил и Кейси Джонс. Давай массовую атаку сделаем. Понизили им. Атаку. Теперь. Ничего не ушло, да? Давай вот так вот. Опачки. Еще и меткость понизили им. Ну и добиваем. Так, и последняя третья волна. Вот они стоят, голубчики. Давай бомбочку, зэк. Прекрасно. И валунчик. Все. Ну что, это испытание было легеньким. Но там еще и второе есть. На втором, наверное, мы с тобой все-таки сфильмся. Потому что там и уровень будет посерьезнее. Так, снаряжение союзники. Ну, как ты видишь, 80-й уровень. Мы можем, в принципе, пойти сюда. Я вот не знаю, зэка... Ой, зэка. Змейковью нас стоит брать. Давай вначале попробуем с ним сыграть. Если у нас не получится, мы от него откажемся. Ну, эти уже ребята действительно серьезные. Так, давай бомбочку бросим. Фигово, очень замедляха сработало. Так, тройной укус или что? Я не знаю. Тут два лекаря. Надо их, наверное, все-таки валить. На-те. Вторая волна. Угу. Ну-ка, понизим им атаку. Если бы. Если бы мы понизили. Ну-ка, если вот так вот. Слушай, надо, наверное, морозилку вырубить. Теперь попробуем пробить. Ага, получилось. И остается Тимати. Ну, Тимати тут один ничего не сделает нам. Свои танцы пускай, знаешь, уберет туда подальше. На тебе в бубен. И последняя, третья волна. Так, слэш и кожеголовый здесь. И вот кого тут лучше бомбануть? Ну-ка, давай, наверное, вот так вот сделаем. Запечатаем. Ага, не получилось. Теперь сделаем вот так вот. Ох ты. Да ну что ты будешь делать, блин. Кожеголову по любасику нужно здесь забомбить. Теперь, скорее всего, надо будет Эйприл убрать. Так, это кому сейчас достанется? Ване. Ну, Ваня выстрел. А вот Змейка Вьюн мог бы, конечно, рассыпаться. Но он выстрел. Так, Джастин. И остается Кейси Джонс. Которого мы с тобой добили. Ну что, друзья мои. Второе событие у нас в Прудино. Там еще одно, третье. Но я думаю, что мы не справимся. Скорее всего, там потому что 90 уровни будут. Да, 90 уровни. Ну, как бы ты сам понимаешь. На одном энтузиазме я здесь не вытяну. У меня-то тут. 80-е, 70-е. Нет. Это мы с тобой трогать не будем. Так, ну что, рискнем с тобой или как? Достать вот это вот снаряжение. Эх, и хочется, ребята, и колиться. Тут ведь есть где пофармить у нас. Понимаешь, в чем дело? Вот, например. Но здесь как бы не особо хочется. Да и здесь тоже, ребята, пропащие у нас дела. Пойдем, наверное, все-таки на Супер Шреддер сходим. Так уж и быть. Обычно мы с тобой как? Проходим это испытание полностью, да? Событие. Ну, раньше я его, по крайней мере, пытался пройти для того, чтобы набить себе ДНК на Супер Шреддера. Теперь он у меня полностью, как говорится, в платиновом ранге. И я не вижу причин, ребят, проходить. Заново. Все это событие. Ну, если только так, для фана. Там же в основном ДНК на Супер Шреддера выпадает. Если ты хочешь знать. Но также там, по-моему, открывается ячейка и для... А, нет, классический тут не будет. Тут будет вот этот Шреддер. Ладно, фиг с ним. Давай, тут по Бринькову попробуем пройти. И пойдем с тобой уже на арену. Арена нас заждалась. Нам нужно с тобой бустовать. Потому что сегодня пятница, да? Ну, для тебя уже будет этот видосик выложен в субботу. Так что там останется у нас всего два дня. И хорошо, что у меня выпадают выходные, друзья мои. Длинные выходные. То есть понедельник я захватываю. И мы с тобой сможем бустануться. Так, тихо, тихо, тихо. Видишь, что делает, а? На. Пока все довольно легко и просто. Это было второе событие, да? Сейчас у нас будет третье. Их, по-моему, здесь всего пять или даже шесть. Шесть все-таки. Так, мы с тобой дошли до третьего. Даже проходя вот эти вот события, ребята, здесь фармить мне некого. Если бы вместе с Супер Шердером были бы еще какие-нибудь персонажи, да? Которых у нас нету. То, конечно, был бы резон. В общем, ты напиши мне в комментах, будем ли мы с тобой в следующий раз проходить вот это вот событие на Супер Шердере. Если нет, то лучше мы с тобой будем пропускать и заниматься фармом. Нужных нам, как говорится, персонажей. Потому что здесь мы с тобой и время тратим, да? И сыр, который нам, в принципе, нужен был бы для других дел. На тебе. Так, это вторая волна у нас. О, он раздухарился. Ну, правильно, именно по до не бьет. Знает, кого трогать, а? Опа, не пробили, надо же. Ух, это что такое? Что за фокус у него там? А это у нас кто? Да неужели первый воскрешенный Супер Шердер? Ты посмотри, посмотри на его рожью, а? Ха-ха-ха-ха. Сключил это паренька. Ну что, ладно. Давай-давай, не выпендривайся там. Бедный Шердер, да? Даже после смерти не дают ему покоя. Так как этот первый босс, мы его, в принципе, должны очень быстро забомбить. Поставим сюда защиту дополнительную. Дальше бьем волну. Ну, так, шикарно. И... И пробивной. Все. Тут все довольно легко и просто. Забрали его обратно, короче, в ад. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас будет ровным счетом то же самое, только единственное, что будет уровень у него посерьезнее, да? И проблем будет у него побольше. Это эпизод четвертый. И так вплоть до самого конца. Ну что ж, давай. Не знаю, зачем я прохожу это, ребята, если это все пройдено у меня. Лучше бы мы сейчас с тобой действительно бегали бы на арене, или пошли бы фармить кого-нибудь. Так, вырубил я его, короче. Вторая волна. Ну, тут такой, да, как будто бы посерьезнее чувак стоит. Он такой черный весь, мрачный. О-о-о, тихо. Вот это плохо, друзья. Хорошо, что он, конечно, не повесил на нас постепенный урон, иначе бы Донателло сфейлился бы. Просто отдуплился. Так, ладно, у него меткость понижена. Мы его сейчас быстренько разберем. Ох. А, постепенный урон, да, его уничтожил? Точно, ребята. Мы сняли ему защиту от смерти, потом постепенный урон его добил. Что с его ртом? Я не понимаю, ребят. Ну, вот он, вылазит у лоха. Давай быстрее, сейчас мы тебя быстренько накажем и пойдем дальше. Выпендривается опять что-то. Орет здесь. Мало получал, да, за свое время. Начнем с апперкута, естественно. Хоба. Плюс постепенный урон уже повесили на него. Сразу вешаем на себя уклонение. Так, тройной укус. Это будет ему уроком. И пробивной. Все. Как ты видишь, опять без проблем. Ну что же, остается всего лишь два. Два испытания, да? Тут, кстати, какой уровень был, ты не заметил? И я тоже что-то не посмотрел. Но это пока не важно. Опять 3DNK на Super Shredder получили. Предпоследний у нас с тобой эпизод. Поехали. Слушай, а там, по-моему, на самом последнем эпизоде мы Донателло не брали, да? Или мы всегда его брали? Слушай, а я забыл. Брали ли мы его? Так, он на себя броню тут настакал. Слушай, парень, хорош, успокойся. Так, постепеночка висит. Окей. И добиваем. А, нет. Не добиваем ни шиша. Все, молодец Зоня, красавчик. Так, бежим с тобой далее. Ну что ты тут стоишь? Супостат. Он начнет, наверное, с суперудара, да? С своего? Скольев. Чувствую я. Давай понизим ему атаку тогда. А там, пускай, что хочет, что и делает. Раз. Да, 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 да. Конечно, конечно. Но все равно, ребят, пробил. Интересно, интересно. Нам нужно химиться будет с тобой. Да, ну что ты делаешь? Ой-ой-ой. Опять бедный Донателло, да? У меня страдает. Так, давай-ка защиту с тобой поставим на секс-случай. И добьем. Блин, забывай все, что у него этот... Отложенная смерть. Ну что, вот и голубчик супершреддер, да? Восставший из ада. Давай, покажись. Сейчас тебя быстренько... Как его перекореживает, а все-таки. Как вот это вот долго, ребят, анимация проходит, когда он вылазит из-за да. Да-да, именно из-за да. Ну все, все, хорош, покричал. И... А, он первый, да? Воу. Слушай, пацан, муж хорош. Блин, нам нужно лечение с тобой. Или вот, клоняшку вначале. Так, клоняшку, поехали. Ничего себе, пол-ХП. Так, теперь залечим раны. Вот так вот. Сейчас он будет вытягивать, да? Здоровье. Контратаку. Молодец. Так, погнали. На тебе для начала. Ну давай суперударом. И... Апперкот. Прекрасно. Добиваем. Все, 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 все. Супер-Шердер. Отдохни, иди поспи. Ну что, давай последний с тобой пройдем. События. И уже пойдем на арену. На арене нужно. Главное, арена у нас. Конец недели. Так что, нужно подтягиваться. Так, я думаю, здесь, наверное, все-таки Донателло надо убирать. Или оставить его. Давай, наверное, уберем все-таки. Ну, 80-й уровень, ребят, ну никуда не катится. Вообще никуда, потому что он его быстро разберет. Но вот такая вот поддержка все равно была бы здесь кстати, да? Теперь он переключается на Майке. Ну, потому что Микеланджело имеет 90-й уровень. Как бы он самый слабенький из нашей команды. И, естественно, он сразу на него переключается. Ой-ой-ой, лишь бы не добил. Промахнулся. Ну, давайте уже его с ним заканчивайте. Все. Вторая волна. Так, этот уже будет посерьезней, да? Нам либо уклоняшку с тобой, либо провокацию давай возьмем, наверное. А, он же сейчас будет суператаку делать. Триндец совсем забыл. Хотя нет. Сердцебиение врубает. Защита плюс отхил. Погнали. Тройной куст, тройной куст. Ладно, делаем. Раз, два, три. Нам главное сбить ему, друзья мои, этот. Бессмертие. Так, возьмем-ка, наверное, с тобой ярость Рафа. Здесь, наверное, хильнемся. Хотя зря. Он сейчас будет как раз делать свой суперудар. Ну-ка, укус. Ага. Да, вот он. Начинает врубать. Опа. Вот это вот плохо, ребят. И почему ты сам понимаешь, постепенный урон абсолютно на всех висит? А как мне... Как мне теперь хильнуться? Скажи-ка мне на милость. Кем? Леонардо, да? Слушай, по-моему, сейчас тут нам с тобой будет кранты. Знаешь почему? Потому что первый его удар у Супер Шредера это именно бросок. Бросок вот этих скелетов. И первый, по кому он попадет, конечно же, отдуплится. А мне нужно подлечиться. И первая лечилка это только у Леонардо. Когда до него очередь дойдет, фиг его знает. Ладно, давай смотреть, что у нас пойдет. И как оно пойдет. Ага, Лео. Допустим. Но все равно мало здоровья, ребят. Минус майки, да? Понятно. Я этому не удивлен. Поверь мне. Хоть у нас было и уклонение. Так. Секунду. Апперкот. Могли бы, конечно, мы с тобой пройти здесь на 3 звезды. Я больше чем уверен, что могли бы. Ну, мы сюда подошли уже с тобой с малым количеством здоровья. Плюс у нас висел постепенный урон. По-моему, мы и Раф потеряем сейчас, нет? Нет, Рафика мы не потеряли. Но все равно не на 3 звезды. Да это для меня, ребят, если честно, не важно. Потому что это событие уже пройдено вдоль и поперек, и на 3 звезды. И в сухую, и как только мы его не проходили. Это так, ребят, сегодня для показухи было все сделано. Ну что, самое главное у нас... Подожди, а что у нас там получается по фарму? Дай-ка я гляну. Кого тут можно? Ну, ребят, абсолютно никто мне здесь не нужен. Эти все персонажи у меня есть. Девятьщая сила. Так, у нас 10 сыра. Ну что, рискнем разочкой? Рискнул. Семь золотых... Ой, серебряных оскоков. Все, ребят, теперь переходим на турнир. Мы с тобой в Лиге Сегунов. Две звезды, это плохо. Это очень плохо. Это отвратительно просто-напросто. Так, берем Армагона, короче, и поехали с тобой. С самого хвоста. Раз, два, три, четыре. Почему? Потому что нам нужно с тобой по возможности сегодня отыграть практически всех наших персонажей. Вот что я тебе могу сказать. Иначе мы здесь никак с тобой не дойдем. Это Лига Сегунов. Две звезды. Мы даже не в мастере. А нам нужно быть в мастере. И желательно в трехзвездочном. Чтобы на последний денечек у нас осталось выйти в топ. И все. Так, ладно, давай смотреть, как мы быстро с тобой будем здесь продвигаться. Шестьдесят первая стала сорок пятая. Неплохо, в принципе, для начала. Мне бы кубков побольше. Шестнадцать двадцать один не помешало бы. Но видишь, они не хотят мне такую щедрость сделать. Ладно, пятнадцать двадцать. Поехали. Берем опять Армагона. Армагон пока здесь будет справляться. Пятьдесят пятый. И вплоть до практически семидесятых урений он справляется в одно лицо. Так что давай дальше бомбить. Валон. И спать не всегда. Конечно же. Так, ну мы с тобой двигаемся дальше. Идеальная победа. Какое местечко у нас? Тридцать шестой. То есть еще как минимум четыре боя. Но откатов, слава богу, у нас с тобой предостаточное количество. Аж сорок штук. Так, Майки, подожди, пока сюда не лезь. Без тебя, как говорится, тошно. Да, интересно, кто у нас будет на следующей неделе разыгрываться, а? Эй, при Кунаичи меня как-то не особо радует. Именно вот как награда за арену. Слушай, а что у нас по платиновым осколкам? Ты не замечал? У нас сколько вообще их? Накоплено. Если у нас, например, сейчас 350, то на следующей неделе мы с тобой сможем прокачать персонажа в платиновый ранг. И вы, кстати, подскажите, кого будем переводить? Мы же, ребята, так делаем с вами, да? Вы пишите в комментариях, кого бы я хотел привезти, а я подсчитываю ваши голоса и уже, как говорится, кто за кого большинство проголосовало, того с тобой и переводим. Так, ну-ка, что у нас тут? Ага. Ну, давай. Ну, давай. 61 уровень уже как-то видишь. Ну, для нас это семечки. Тем более, Армагон в духе, как говорится, да, сегодня. Идеально бомбит. Так что продвигаемся с тобой дальше. Я вот до сих пор, ребята, удивляюсь. Мы в сегоне, в этом сегоне просто зависли. Как долго мы выбираемся? Очень долго, конечно, идет это продвижение у нас. Это только сейчас в три звезды попадем. Да. В мастерах там вообще, наверное, зависим. Будем как трактор буксовать, ему ее. Поэтому я и взял Армагона, чтобы как можно быстрее, друзья мои, проходить это все дело. Да. По фасту, так скажем. Сегодня у нас что? Да, у меня сегодня, ребята, крайняя рабочая смена, да? Потом будут выходные. Главное, чтобы быть отдохнувшим. А если опять слабость, ребята, то опять два дня минус. Буду отлеживаться, восстанавливаться. Раз, два, три, четыре. Четыре, говорю. 58 уровень, да, здесь врагов я там краем глаза заметил. Ну, это опять же Армагон, он один зубок. На один бросок даже, так будет точнее сказано. Пумс. Все. Они ничего не могут сделать. Инициативы у них не хватает. Перебить моего Армагона, да? Поэтому никто здесь даже сделать хода не может. А мы, соответственно, с тобой разбираем. Так, какая позиция? 81. То есть, грубо говоря, нам еще 8 боев надо. Это так, навскидку. 8 боев. Раз, два, три, четыре. 8 боев. Это, естественно, 8 откатов, да, потратить. Но это если на одного. А если на двух, то получается 16. Ну, я думаю, мы здесь пока еще одним Армагоном довольно некисло побомбим. А потом уже будем, наверное, подключать с тобой кого? Усаги? И правильно кто-то написал из подписчиков, что Усаги плюс Армагон это атомная бомба. Действительно, ребят. Для них это атомная бомба еще какая? Такой мощи им просто не выдержать. Нет, ну тут видишь, в чем проблема. Если бы, например, персонажи были бы максимального уровня не 79, а, например, 100. Тут бы совсем было бы все по-другому. Поверь мне. Тут бы совсем другой расклад сразу бы пошел. Потому что, ну, 100 уровень противников, если бы был бы, такой халявки здесь бы не было. Армагон бы здесь бы так не радовался бы в одно лицо. Тут пришлось бы брать команду всю сотых уровней и, естественно, противостоять им. А ты сам понимаешь, там были бы не только сотые уровни, там еще у компьютера эти персонажи еще и прокачаны. По фулочке. Так что шансов было бы очень мало. Забраться в топчик, а тем более там постоять. Так, мне почему-то не дают... А, вот, вот, было 16.22. Я увидел, ребят, сейчас попробуем его вытащить. Ну. Да ладно. Я же видел. Вот. Есть. Так, это у нас в фаде. Какой уровень 67-й у врагов? Слушай, ну тут, наверное, возьмем все-таки подстраховку. Какую-никакую будем в виде зэка брать, наверное. Потому что если вдруг мы здесь не добьем их, наши головы полетят. А тем более здесь зэк ходит первым. У него большая инициатива, он ходит первым, бросает свою бомбочку. И я думаю, что вот этого урона как раз достаточно для того, чтобы Армагон смог пробить. Тыч. Да, с одной тычки. Ну что же, погнали далее. Идеальная победа. Давай, смотрим. Так, еще 4 боя. Так, смотри, сразу дают 16-22. Отлично. Армагон. Так, уровень 68-й у противника. Так что опять нам придется здесь... Что нам придется здесь с тобой? Блин. Ну кого взять-то? Бакстера. Давай попробуем Бакстером сыграть. Мне кажется, что это... Мы тогда с тобой так же, как я помню, брали Бакстера, да? Типа в помощь нам. И он нас подставил. Ну да. Он по ацетиве проигрывает, друзья. Слава богу, здесь Армагон один справился. А так бы опять же было подставок. Он бы не пошел бы после Армагона. Там бы пошел бы враг. Ну что? Какая там? 30... А, даже 27-я. Окей. Это прекрасно. Так, Сухроб. Ничего себе название. Сухроб. Ха-ха. Прям как Сугроб. Раз, два, три. Кстати, мы уже 50 уровень с тобой отыгрываем. Вот плохо, что у этого майки нету вообще массовой атаке. Вот этот вот меня, ребят, прям аж так корребит. Вот этот вот его удар с вертушки, ну это вообще ни о чем. Особого дамага не наносит, да, как бы. Единственное, что да, у него есть уклонение, у него есть хил. Это круто. Так, ну что, какая позиция? 15-я? Оу, 13-я. Слушай, сейчас мы с тобой тогда в Лигу Мастеров. Залетим. Получается так. 66 уровень, да, здесь? Ну, давай возьму, например, здесь Карайку. Раз, два, три. Все, погнали. Карайка. Нет, вначале будет Армагон. Может быть, его здесь одного и достаточно будет. А если нет, то Карайка, в принципе, должна добить. Нет, Армагон сегодня в ударе, так что не нужна ему никакая помощь. Он сам все делает на ура. Ну что, мы с тобой продвигаемся. И да. Лига Мастеров, наконец-то. Ну что, давай попробуем укрепить наши здесь позиции. Может быть, даже каким-то чудом, блин, попасть в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну, это, мне кажется, нереально будет. Хотя, почему нереально? Раз, два, три, четыре. У нас, например, сколько? 27 откатов осталось. Так быстро все это тратится. Ну-ка, начнем с волна, естественно. Опа! А вот, фу, повезло. Повезло, ребята, что он ушел в инвиз. Ему стоило здесь хорошенько бомбануть. У него уже есть массовая атака, если ты не знал. И могла быть такая вероятность, что кто-то бы упал из моих. Но он в инвиз ушел. Круто. Так, мне дадут, например, 17-23 или нет? Не хотят. А-а. Типа не дорос еще, да, получается? Ладно, хорошо. Андрей. Ну что ж, давай Андрюха возьмем. Подожди-ка, что-то я попутал, ребята. 33 отката, все норма у нас. Так, 68 уровень. И, кстати, ты видел, да? В чем заключался подвох? Армагон не добил одного из врагов. И, слава богу, что он ушел в инвиз. Будь на его месте, например, вот этот Леонардо, он бы сделал бы удар мечом. Сверху. Ой, видишь? Видишь, что происходит? Так. Хиляется, да? Это усложняет мне, ребята, задачу. Очень сильно усложняет. Блин, как будем делать? Ну, давай попробуем пробафаться, я не знаю. Так, слушай. 51 уровень. Ну, давай попробуем, но это смех будет, да? Конечно, смех. Вот, что значит пропустить, ребята. Просто пропустить. Момент. Так. Секунду, секунду, я сейчас соображу. Давай, наверное, Леонардо попробуем с тобой. Хотя, вот так лучше сделать. Массово, да? Фух. Фух, Армагон, ну ты просто какой-то, я не знаю, манно-небесный спаситель ты наш. Всю команду, ребята, выручил. Своими вот этими ракетами. 70-я позиция. Окей. Не дадите мне, да? А вот, вот, ребят, 17-23. Есть такое дело. Берем Армагона. А, так вот уже... Подождите, тут уже 70-е уровни идут во все. Че я там выпендриваюсь? Конечно, нужно брать на всякий случай уже подстраховку. А я-то думаю, что такое? Почему Армагон там не справляется? Так вот почему. Ну-ка, бабах. Слушай-ка, а ты заметил, что у Армагона, точнее не у Армагона, а у Супер Шреддера инициатива будет посерьезнее, чем у нашего Армагонша. Хотя Супер Шреддер имеет 94-й уровень. То есть я всегда считал, что Армагон довольно такой, ну, прогрессивный. Нет, Супер Шреддер его переплевывает. Вот так вот. Я только сейчас на этот факт обратил внимание. Ну что, возьмем Малька с тобой, да? Вот тут вот есть Малек у нас. Возьму, наверное, Ванюшку сюда и... Да, Ванюшки одного будет достаточно, я думаю. Потому что здесь все-таки 71-й, 70-й уровень. Армагон, в принципе, при желании, при суперудачной атаке должен их всех повалить. Давай проверим. Ага. Должен, но, как видим, не повалил. Так, Вань, ты где там? Блин. Мне нужна твоя пулеметная дробь. Вот так вот. Вот оно, ребята, подстраховочное лицо, которое отработал на 100%. Ну что, мы с тобой двигаемся далее и смотрим. Блин, а вдруг мы с тобой все-таки сегодня, хотя вряд ли мы заберемся в Лигу Мастеров ДССД, у нас не хватит просто персонажей. Элементарно. Так, Мадиар. Давай Мадиара возьмем. Тут 66-й, 69-й уровень. В принципе, у нас с тобой 61-й уровень здесь, да, наших бойцов. Так что, да, должно быть простоять здесь. Простоять, устоять, выстоять и наказать. Смотрим. Да чтоб тебя этот постоянно выживает, да? В этом пасхальном костюме. Кролика себе изображает, елки-палки. Не хватает на него нашего русского этого волка из... Ну, погоди, да? Он бы этого кролика наказал бы по полной программе. Так, ну что, 34-я позиция. 30-ть, как ты видишь, у меня откатов. Артем. Артем. Давай я возьму левую здесь. Так, ну, все. Тут уже пошла одна имба. Тут уже можно даже Армагона, в принципе, и не откатывать. Чтобы не тратить откатики нам. Ну, я уже почему-то привык к этому делу. Давай. Оба. Ну, и Леонардо, естественно, здесь помогает и добивает. Все. Так, сегодня мне еще надо будет за кадром, ребята. Набивать вот эти вот телепорты. Не знаю, успею ли я сегодня снять драконы-всадники Олуха. Пройти испытание, которое у нас там зависло с тобой. Потому что мне, в принципе, через... Сколько тут? Через 40 минут идти на работу. Ну, эти все видосы, ты понимаешь, да? Они уже будут выложены завтра. Сегодня я в любом случае не успею. Так, ну что, поехали. Последние бои у нас тут проходят. Давай, Юсаки, наяривай. Трисыпал уже тут хоть одного? Да не то, что одного. Он трех сразу уложил. Нет, двух. Двух, ребят, ошибаюсь. Двух. Ну, остальных, естественно, Армагон добивает. Прекрасно. Давай быстрее. Я смотрю просто на часы и... Время очень быстро двигается. На работе оно очень медленно идет. Дома оно очень быстро летит. Парадокс. Так, давай ко мне 16... Ага, 17.23. Стефан. Беру Армагона. Беру... Усаги. Раз, два, три. Твою ж дивизию. Рокзар раздался. Придется, ребята, его отыграть. Не хочу его, как говорится, обделять. И мы с тобой сыграем. Все-таки я наберу команду. И мы его отыграем. Ну, а заодно с тобой и продвинемся как можно дальше по... Лиге. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой приземлимся. На какое место. Ну, давай, давай. Загрузка. Это все понятно. Так, неужели, да, ребята? В Лиге Мастеров две звезды мы с тобой оказываемся. И последний, заключительный у нас с тобой бой. Беру Армагона. Беру Усаги. Так, Рокзар. Точно здесь все отыграны? Все. Беру Донателло. И еще одного Донателло. Все, ребята, поехали. Специально взял самых слабеньких, чтобы немножко подкачались по опыту. Поехали. Тут шансов у них нету, понимаешь, да? Сейчас Усаги отнимет львиную долю здоровья. Ну, и, соответственно, Армагон просто добьет. Ну, а если уж не добьет, то Рокзар прикроет. Но, как видишь, на него дело не дошло. Все, друзья мои. На сегодня мы отыграли с тобой в черепашки. Все, что могли сделали. Все потратили. Так, и у нас позиция 87. Естественно, завтра уже нас опять скинут. Это к бабке не ходить. Так, и мы с тобой прокачиваем супер-шреддера. Да, 95-й уровень, ребят. 9000 насоберем. Будет у него уже 96-й уровень. Круто. Ну, и сплинтера, конечно, нужно качать сплинтера. Очень много всего нужно. Так, подождите секунду. Есть пока время, да, у нас? Есть. Крюк-кошка. Зачем мне крюк-кошка? Дайте мне, пожалуйста, джойстик. Так, вот он выпал. Еще нужно два, да, получается? И последний. Не геймпад, а джойстик мне дайте. Вот он. Все, друзья мои. Так, ну что, нам останется с тобой 10 шляп с напитками и 14 научников. Это уже будем с тобой делать в следующей серии. Ну что, с вами я прощаюсь. Друзья мои, до новых серий. А я пойду пока за кадром бомбить вот эти вот телепорты. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.